Премьер-министр страны прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область. Оскар Мамин проинспектировал ход реализации госпрограмм Нурлыжол и Нурлыжер. Ознакомился глава правительства и с ходом реконструкции автодороги Караганда-Балхаш. Подробности у Антона Александрова. 363 километра трассы Караганда-Балхаш были разделены на три крупных участка. Капитальный ремонт дороги начали еще в прошлом году. Итогом работы этого года должен стать беспрепятственный проезд для автомобильного транспорта на всем протяжении пути. В настоящее время продолжаются работы по возведению земляного полотна на тех участках, где уже в прошлом и с начала текущего года выполнены земляные работы. Продолжаются работы по устройству дорожной одежды по возведению. То есть дополнительный слой, нижний слой расставания, порядка 20 километров выполнено. Уже уложено асфальтобетонно на отрезки более 10 километров, говорит серий Кайдос. Примерно на четверть от плана уже смонтировали водопропускные трубы. Ведутся работы по строительству мостов. В общем, их должно быть 17. Об основных показателях реализации проекта чиновники и подрядчики доложили главе правительства. Сейчас на участке дороги между Карагандой и Балхашом трудятся порядка 1800 человек и более 1000 единиц дорожно-строительной техники. Премьер-министр поручил усилить темпы работ и подчеркнул важность обеспечения качества создаваемой транспортной инфраструктуры. Наш самый крупный проект на сегодняшний день – это реконструкция коридора «Центр-Юг», участок Караганда-Балхаш, протяженностью 363 километра. В прошлом году мы начали работы по реконструкции и на сегодняшний день уже выполнено порядка более 15 миллионов кубических метров отсыпанного земляного полотна, то, что составляет более 50% от проектного объема. В пик сезона подрядчики планируют привлечь дополнительную рабочую силу. В итоге в два раза больше будет задействовано дорожно-строительной техники и привлечено к работам до 4000 человек. В следующем году на участке трассы Караганда-Балхаш будут производить благоустроительные работы, установку ограждений, опор освещения и не только. Проезжая часть будет четырехполосной, по две в каждом направлении. По центру установят барьерное ограждение. В итоге это будет автомобильная дорога первой Б-технической категории. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, Пятый канал.